Здравствуйте! Это Новосибирские новости и Вероника Иванова. Какой асфальт будут укладывать на новосибирских дорогах, где пройдет ярмарка белорусских продуктов и удалось ли новосибирским ученым открыть новую физику. Эти и другие темы сегодня в нашем выпуске. Общегородской субботник пройдет в Новосибирске уже в эти выходные 22 апреля. По прогнозу температура воздуха будет около 10 градусов тепла. Анатолий Локоть призвал всех жителей принять участие в уборке. Сам он вместе с другими сотрудниками мэрии будет наводить порядок в пойме реки Каменки на месте строительства будущего парка. Управляющие компании уже начали убирать мусор во дворах. Дорожные службы убирают грязь с городских улиц, моют тротуары. Сегодня мэр попросил при обработке проезжей части больше не использовать песок и каменную крошку этой весной. В связи с улучшением поводных условий, выпадением снега, снежного покрова местами, я так понимаю, что, конечно, обстановка на дорогах требует особого внимания. Но я прошу применить технологии, которые бы исключили возможность опять высыпать на дороги песок. Во всяком случае, свести к минимуму. Иначе наша работа, она как-то бессмысленная будет. А тем временем асфальтобетонные заводы проверяют накануне сезона дорожных ремонтов. Главная задача – проконтролировать не только оборудование, но и качество самой смеси. Когда именно подрядчики приступят к работам, зависит от погоды. Но первыми отремонтируют советское шоссе и дамбу ГЭС. Шум машин, в воздухе пахнет битумом. Подготовительные работы на асфальтобетонном заводе продолжаются даже в непогоду. Здесь испытывают и производят смеси для покрытия дорог. Цены на асфальт действительно очень сильно изменились. После введения нового ГОСТа на инертный материал, то бишь на шебень, который процентов 95, основной составляющей асфальтобетона, помимо вяжущих, на сегодняшний день в Новосибирской области только два завода выпускают. И объем производства не такой большой. Из-за этого мы и смотрим, что зимой должна вести заготовка. В противном случае, в строительный сезон заводы могут оказаться без инертных материалов. То есть ценники действительно приличные. Плюс, битум на вяжущие в сезон очень сильно скачет. Наша лаборатория, прежде чем подписать состав на производство асфальтобетонной смеси, они сами отбирают эту смесь завода. У нас тоже есть свое оборудование. Мы испытываем, проверяем, что состав действительно совпадает с той смесью, которая произведена, что смесь соответствует всем ГОСТу, нормативам. Только после этого мы подписываем и разрешаем выпуск асфальтобетонной смеси. Лаборатория асфальт проверяет на прочность. Покрытие проходит те же испытания, что и при использовании. Ведь от качества работы асфальтобетонного завода зависит качество дорог, а значит и безопасность, комфорт автолюбителей и пассажиров. Для проверки используют разное оборудование. Например, с помощью этих машин можно понять, будет ли колея на уложенном асфальте. Эта установка имитирует колея образования на дороге. Сдаются циклы и есть температура, определенно задается по ГОСТу. То есть в зависимости от вяжущего. Ну и она термотестирует и начинается работа циклов. У нас есть определенные требования, какая должна быть колея, а не более 2,5, ну в зависимости от смеси. У управления дорожного строительства всего три подрядных организации, которые выиграли контракты по ремонту автомобильных дорог, БКД и муниципальная программа. Они в том числе выиграли ремонт тротуаров, то есть у них две установки. За один час на заводе производят около сотни тонн асфальта. Ремонтные работы начнутся с приходом положительных температур. Одним из первых объектов станет Советское шоссе. Знаменитую белорусскую сгущенку, молочные и мясные продукты, обувь, одежду и косметику можно будет купить на ярмарке с 22 по 30 апреля. Ее проведут впервые после ковидных ограничений. Торговые ряды разместят на площади Ленина, а вот движение автомобилей ограничивать не будут. В этом году пройдет шестая ярмарка белорусских товаров. Наши друзья белорусские уже выехали к нам. Всего приедет 21 большегрузный автомобиль. Ярмарка пройдет с 22 числа по 30 число на площади Ленина. Открытие официальное состоится в 11.00, 22 апреля. Ярмарка будет все дни работать с 9.00 до 20.00. Представлены будут традиционно мясная промышленность, молочная промышленность, продукты переработки, легкая промышленность, меха всегда привозятся, кондитерка, знаменитое сгущенное молоко и так далее. Все ветеринарные документы мы получили от белорусской стороны. Здесь на месте будет производиться ветеринарный контроль. Более 100 предпринимателей Новосибирска участвуют в городском конкурсе. Победителей выберут в 11 номинациях. Определят лучший товар местного производства, назовут самый перспективный стартап, выберут самую успешную женщину предпринимателя. Конкурсная комиссия приступает к работе. Итоги подведут на городской неделе предпринимательства в конце мая. Как рассчитывают в мэрии, такой конкурс покажет, насколько новосибирские бизнесмены готовы предлагать и воплощать оригинальные идеи. Это шприц, это фарш, формируются колбаски. Начинали мы орехи, арахис, но рынок очень зависит от доллара. Мы решили перейти в мясо, потому что как раз с 2014 года по знаменитому импортозамещению наши аграрии смогли поднять птицеводство на высокую планку, что стало доступно мясу и по цене, и по качеству. Работаем в районе 4 лет. Разрабатываем сами, совместно с нашими коллегами из цеха, из офиса. Как говорится, проводим мозговые штурмы. Все сами, к сторонним организациям не обращаемся. Да и невозможно идею ту, которую ты несешь, только ты ее можешь вынести на упаковку. Все сами, все сами. Девчонки фасуют, я вакуумировала. Вот так вот ее. Передуши, чтобы у вас все ровно были. Красивая упаковка, перковарный вид. Видите, когда она, чем она в кучу сложность. Последний год пошел интенсивный рост. Мы зашли в крупнейшие ритейлы Новосибирской области, также в федеральную сеть России зашли. Сейчас прорабатываем, чтобы зайти на рынок Казахстана. Уже партнеры там есть. На рынок Белоруссии тоже прорабатываем. В конкурсе участвуем, чтобы, может быть, найти новых партнеров, познакомиться с кем-то, опять же, с поставщиками найти, покупателей найти. То есть, как говорится, себя показать, да на людей посмотреть. Реально ли новая физика? Ответить на этот вопрос попытались в институте имени Буткера. Ученые решили опровергнуть теорию о том, что Вселенная состоит из 12 частиц материи, доказать существование 13-й. Для этого они провели серию экспериментов с помощью коллайдера, который работает в институте ядерной физики. Институт ядерной физики. Именно здесь каждый год получают важные результаты, которые заставляют пировое научное сообщество задуматься над глобальными вопросами. Например, есть ли новая физика? Ответ на этот вопрос попытались найти новосибирские ученые. Что придумали теоретики? Что если мы можем измерить в эксперименте, как часто рождаются, как раз при ориентировке электроны и позитроны, частицы, состоящие из парков, и измерим это при разных энергиях электроны и позитроны, этого достаточно, чтобы посчитать вклад сильных взаимодействий в аномальный магнитный момент миона. И так мы и герои. Вот в этом коллайдере происходит процесс столкновения пучков электронов и позитронов, вследствие чего рождаются новые частицы их и изучают ученые. Это два сталкивающихся пучка. То есть их изображение в процессе, когда пучок двигается в коллайдере по окружности, он излучает свет. Этот свет выводится наружу и попадает в камеры. Изображение можно детектировать. Концепция круглых пучков позволяет движение сделать не двумерным, то есть пучок у нас коллевается в вертикальное и горизонтальное двумерное движение, а эффективно сделать его одномерным, то есть более регулярным. И повысить, самое главное, интенсивность пучков, позволить более аккуратно перед столкновением пучки сжать. Ну, понятно, что разреженный пучок, вот пальцы, это частицы, пролетают мимо друг друга. Если мы его сожмем перед столкновением, больше частиц сталкиваются, больше статистики получаются. Нам как раз нужно было измерить, как часто раздаются пионы, чтобы понять особенность сильных взаимодействий. Именно их суммарный вклад стандартной модели нужно было посчитать. Наши результаты показывают, что стандартная модель точна и вот до гораздо больших энергий, чем считалось раньше. В дальнейшем сотрудникам института предстоит перепроверить собранные данные и поделиться результатами исследования с мировым научным сообществом. Лучших авиастроителей выбирают в Новосибирске на пятидневном чемпионате. Он собрал более 200 участников из разных регионов. Молодых специалистов Объединенной авиастроительной корпорации, учащихся в профильных колледжах и лицеев. Одна из задач соревнований – привлечь внимание к дефициту кадров в отрасли. Соревнования проводятся для молодых специалистов до 35 лет. А вот подобные корпоративные чемпионаты мы проводим, безусловно, по самым приоритетным для нас рабочим и инженерным направлениям. Задания, на самом деле, приближены к реальности. В том числе разрабатываются и нашими экспертами с наших предприятий. И за основу они, конечно, берут нашу реальную потребность. Потому что продемонстрировать себя ребята, конечно, должны в деле. Что-то спроектировать, потом произвести расчет. Я уже, наверное, раз пятый участвую. Ездил по разным городам, представлял свой завод в Новосибирске. Хочу добиться наилучшего результата, потому что не всегда это получается. Хочу занять первое место, показать себя и отстоять честь завода. Потребность в специалистах, особенно рабочих специальностях, она стояла остро уже, ну, скажем так, далеко не первый год. Речь о токарях, фрезеровщиках. Вот как раз то, что здесь вы сейчас видите ребят, количество обучающихся ежегодно снижается. Поэтому мы так или иначе с ростом производства ловим вот эти демографические ямы на себе. Это сказывается на всех. Боремся за каждого. Достаточно хорошие деньги. Если говорить о старте после образования, то это в районе 50 тысяч рублей. Если говорить об опытных токарях, с учетом каких-то переработок, это за 100 тысяч рублей в месяц. У нас на заводе на данный момент две девушки работают токарем. Наверное, где-то по складу ума, какой-то, знаете, щепетильности, аккуратности, женщина где-то может быть и на порядок выше. И продолжаем выпуск. Международный день памятников и исторических мест отмечают сегодня. Его учредили около 40 лет назад, чтобы привлечь внимание общества к историческим и архитектурным ценностям. В регионе сегодня более 1200 объектов культурного наследия. Из них в самом Новосибирске находится 302. Этот список пополняется в том числе при участии самих горожан. Процесс попадания в перечень объектов культурного наследия, он совершенно непрост. Если вам даже очень понравился домик, в котором вы живете, да, ему уже больше 50 лет, вы можете подать заявление, обосновать его, соответственно. Лучше, когда вы будете подавать коллективно, а у вас будет там несколько подписей. Но это заявление обязательно будет рассмотрено. Но это, конечно, не говорит о том, что ваш домик примут в объект охраны наследия, потому что это будет рассматривать экспертная комиссия, разбирать его по косточкам, все его архитектурные особенности, все исторические особенности, исторические события, которые в этом доме происходили, и выдавать заключения. История эта очень долгая, это не один год, очень затратная, потому что все это оплачивается, все эти работы экспертные. Ну а как городская достопримечательность становится объектом культурного наследия? И каково жить в доме памятники? Об этом смотрите в ближайшем выпуске «Новосибирской недели». И к другим темам. Детской школе искусств номер 29, одной из старейших в городе, исполнилось 75 лет. И воспитанники – это лауреаты, и победители конкурсов различного уровня. Сейчас они готовятся к дельфийским играм, где также из года в год показывают высокие результаты. Будущие музыканты, художники, хореографы показали свое мастерство на сцене камерного зала филармонии. С юбилеем музыкальную школу поздравил и мэр Анатолий Локоть. Самое главное в школе – объединить всех людей потребностью в творчестве. Нужно с трепетом и заботой относиться к детям. Найти каждому ребенку свою стронку, к его душе. И вот если это преподавателю удается, то, соответственно, результаты обучения очень высокие. Одна треть выпускников связывает свою жизнь именно с искусством. Мне нравилась петь, ну и мама посчитала, что будет хорошо отдать мне в искусственную школу. Из таких достижений, которые мне дали конкурсы, я поехала в Артек и занимала первые места на конкурсах раз. Мне нравится, как преподают, мне нравится моя учительность по вокалу. Ну, вообще, в целом, эта школа – как второй том. Быть в курсе последних событий поможет радио «Городская волна». А на сайте nsknews.info читайте о том, как может преобразиться аллея на улице Петухова. Сейчас дискуссия об этом проходит в онлайн-формате на сайте «Зеленой Новосибирской» и продлится до 5 мая. Смотрите «Новосибирские новости» также на платформах «Дзен» и «Рутюб». На этом все. До свидания.